И вот песня «Я остаюсь», которая 30 лет получила вторую жизнь благодаря Игорю Ивановичу Сукачеву. Он с нами сегодня в студии. Игорь Иванович, здравствуйте. Здрасте. Ну и проект вот этот вот масштабный 30-летие песни «Я остаюсь». Я не знаю, как вы всех собрали. Это что? По дружбе? Принудительно? Никак не принудительно, конечно же, да. Но есть кому мне помогать. Вот как можно сказать. Все, это такая, в общем, не тяжелая совершенно работа. Спасибо Жене, спасибо Саше Юрасову, конечно же. Спасибо всем зрителям. Я вышел и сказал речь. Эту речь я говорил всем. Заключается она в простых вещах. Я сказал, если говорить о публике, я сказал, Дорогие друзья, вас здесь очень много. Сейчас мы поставим вам песню Толи Крупнова «Я остаюсь» в его исполнении. И почему я это сделаю? Потому что я хочу сделать музыкальное видео, в котором, надеюсь, примет участие очень много людей. И я хочу сделать аудио. И хочу, чтобы вы внимательно послушали эту песню. И если кому-то из вас, у кого-то из вас возникнут какие-то внутренние сомнения с текстом этой песни, какие-то внутренние, какое-то внутреннее несогласие с текстом этой песни, или же вы не хотите просто принимать в этом никакого участия, то знайте, дорогие друзья, колхоз – дело добровольное. Поэтому послушайте, пожалуйста, внимательно. Вот и все. Мы поставили, люди послушали и тут же начали кричать. Дальше мы сказали, я и мы, второй режиссер, мы сказали, что дайте нам, пожалуйста, 20 минут на то, чтобы мы поставили камеру, и никто не ушел, все остались. Вот и все. Это был наш самый-самый первый съемочный день. И опять же, благодаря и Жене, и Саше, он был спонтанным, потому что я не ожидал, что вот сегодня, приехав, я смогу снять вот эти кадры, которые вошли. Точно так же обстояли разговоры со всеми исполнителями, со всеми музыкантами. Вот. И все. И все. Потому что в песне есть высказывание, мы сейчас живем в очень непростом времени, хотя я вообще не припомню, когда в России жили в простые времена. Это правда. Вот. Но тем не менее, сейчас времена трагичные. Для всех. Для всех. Не только в России, но и вообще и в мире, да. Мы присутствуем в очень непростом времени. И каждый человек по-своему относится к этому времени. И, конечно же, я никакого права не имею кого-то втравливать в свое видение мира, в свое видение. Ну, что у каждого, я всегда говорю, у каждого своя голова на плечах. Каждый делает. У меня есть такая песенка, и в ней есть такие слова. А впрочем, у каждого есть право на выбор. Я процитировал самого себя, прошу прощения. Но это же не просто слова. Я так отношусь к человеческой жизни, к человеческим судьбам. Стараюсь относиться с уважением к людям. То есть, когда пишут, что... Поэтому все, кто здесь участвовали, это, безусловно, люди, которые хотели в этом участвовать. Вот и все. Никого уговаривать мне не пришлось. К сожалению, даже не всех я смог снять. Потому что людей было больше. Музыкантов было больше и так далее. Накидает вам. Сукачев взял и, значит, опубликовал не просто кавер-версию, не просто память Анатолия Кругнова или юбилей песни. Манифест «Ешкин кот». Ну, потому что то ли и писал манифест. То ли и писал манифест. Он писал эту песню ровно тогда, когда была та самая пресловутая колбасная эмиграция, которая началась, как вы помните, в 89-м году. И продлилась довольно долго. И там прямые слова. Там прямые слова. Вот и все. Просто когда мы жили во времена чуть-чуть поспокойнее, и так далее, и так далее, мы относились к тексту, как к веселому тексту. Ну и сама песня веселая. Это как будто, может быть, да, может быть. А молодой человек покидает, вернее, не хочет покидать эту съемную квартиру, а его девушка говорит, надо отсюда уезжать. Ну, предположим, так кто-то к этому относился. Вот. Но текст прямой довольно-таки и понятный. Слишком много чужих среди нас. Да, да, да. Ну, это же во все времена было. Я повторяю, я никого не пытаюсь не осудить, не предъявить кому-то что-то. Вот и все. И если говорить обо мне лично, да, это мой ответ. Да, вот он такой. Я русский. Я никуда не собирался никогда уезжать, и никогда не буду никуда уезжать. Я сын фронтовика, солдата и партизанки Великой Отечественной войны. Моя родина, это моя родина. И цитаты из старой песни «Грустить с тобой, сторона моя, и праздновать с тобой». Вот и все. Я точно такую же ответственность несу за все, что происходит в моей стране, за все. И всегда понимаю, что или часть моего счастья или часть моей вины лежит на мне лично в силу того, что я русский человек, и это моя родина. Вот я с этим родился, меня с этим и в гроб положат. Вот и все. Но я повторяю, что никакого диалога, вот сейчас стали писать газеты, Сукачев ответил, я никому ничего не отвечаю. Я выражаю только самого себя. И у меня нет никаких ответов кому-либо. Вот и все. Ну, если это не в рамках интервью, как у нас сейчас. Да. Да.